Самый такой момент, сейчас скоро узнаете, куда мы приехали. Здесь реально очень мало русских, по сравнению с Силевки. И, друзья, доброе утро. Мы сегодня уезжаем, едем в отель, в Салар, как я говорила. Сегодня с утра проснулась, почувствовала, что на улице ветрено. А мы еще спали сегодня в зале под кондиционером все, ну, в салоне. И просыпаемся от того, что как холодно уже от кондиционера. Я выключила кондиционер, открыла дверь на балкон, балконную, чтобы проветрить немножко. На улице жара опять-таки, но ветрено очень сильно. И ветер обычно говорит о том, что погода меняется. Значит, погода, если посмотреть по прогнозу, уже на уменьшение температуры. То есть будет немного уже полегче, не настолько жарко. Сейчас вот кофе пьем все. Суслан поехал за машиной. И выдвигаемся, друзья, в дорогу. И, друзья, оказывается, хороший способ вот так вот оставить открытым чемодан, и сказать, уже таким более осознанным личностям своей семьи, чтобы они сюда ложили то, что им необходимо. Я считаю, вчера накидала для себя, для детей, и сегодня уже докидали все остальные члены семьи. Так что все, закрываем, уезжаем. Так, вот это у нас машина на сегодня наша. Не на сегодня, на три дня мы ее сняли. Так, и повторяю, вот эта машина сутки стоит 1600. Где-то на три суток стоит 4800, плюс на бензин 100 лир. Ну что, вы готовы, дети? Да, капитан! Точно готовы? Да, капитан! Так, точно капитан, надо говорить. Точно капитан. Ну все, поехали? Поехали. Так, смотрите, какая мойка тут есть. Крутая! А мы заехали в бензин. Как раз сейчас узнаем, сколько стоит. 95-й бензин. Нет, дизель. Дизель, да. Тут как, дизель называется, да, получается? Да, дизель называется. Сколько стоит, интересно? А теперь сюда в стол. Вон, потом мы озвучим, сколько будет это стоить. Время у нас сейчас сколько, скажите? 14.01. Нет, это неправда. Выезжаем в 8.51, но пусть, ладно, 9 будет. В 9 выезжаем, посмотрим мы, во сколько доедем до Авсалара. Так, ну давай, говори, сколько стоит? А, да, 40.82. 40.82 за литр дизеля. Вот 25 лир залил, 1020 лир получилось. 25 литров, 1020 лир. Все отлично. Друзья, мы выехали из Ташушку. Заяхали в магазин. Мы заехали в магазин, купили жвачки, чупа-чупсы, воду в дорогу. Вот. И, ну, чтобы не укачивало. И еще обязательно я выпила хим-ахим. Он тоже при укачивании, при тошноте очень эффективен. Так что, мы едем. Аланье, жди нас. Проезжаем мимо моря, пока моря не видать по телефону. Потому что море сливается с небом. Слышно на туннеле, друзья. Так выгорела эта трава, вся высохла из-за солнца. Зеленая трава была над туннелем? Да, там как будто в нору Хоббита въезжаешь, короче. Вот так было. Да. Хоббит-то же так зеленая, так вот нора. На норе сверху. Получается, высохла вся трава, да? Да, из-за солнца. Пипец. Показатели 70. Что делать? Здесь 70. А у тебя НИИ-70. Нарушаем. Я всегда вот поражалась, вот здесь вот мячик какой-то на электропроводах висит. Нет, это не мячик, это так специально. Для чего? Вот для чего я, если честно, от своего стыду не знаю. Пишите, кто знает, друзья. Так, Айден-Джик написано 25 километров. Анталия 327 километров, друзья. Да, смотрите, какая природа, друзья. Такая красота. Есть у них комментатор. Я буду вам комментировать все, что вижу в дороге. Есть футбольные комментаторы. Как они? Как их называют? Футбольные комментаторы называют. Да? А я дорожный комментатор. Вот. Ой. Уши закладывают. О, смотрите, какое море. И там опять туннели. Туннели. Но это на обратную дорогу. Нет, нет. А может и будет. Нет, это по обратной дороге, когда едешь. Я нашла. I feel good. Мы такие отсталые, что даже музыку не взяли в машину. Зато у нас турецкая музыка есть. Хотя у нас флешка была. Смотрите, сейчас прям в море такой вид будет. Очень мало. Мы там три дня будем жить. Два дня ночевать будем. Мы уже который раз едем по этой дороге. Наверное, уже четвертый, да? Ну, ты, Руслан, еще, наверное, десятый уже раз едешь. А мы четвертый. Здесь есть такое место, откуда днем видно этот Кипр. Ну, тень. Так, вдалеке. Не тень, а силуэт. Силуэт, да. Кипра. Вот, смотрите, какая гора. Обалденно. Там еще что-то написано на этой горе. Здесь везде Азали. Денег не будет. Нет. Вот, смотрите, что-то написано. С этой стороны морюшка, морюшка, морюшка. Синее, синее море. Мы едем, едем, едем. Далекие края. Далекие края. Так, кара-те-пе написано. Вот так вот теплицы, смотрите, в горах. Исположены. Тут даже среди вот так вот гор можно увидеть какое-то там растение, цветок, кактусы цветут. Да, Алла? Там вот так вот, что-то сквозь, куда-то. Попозже. Попозже, пока. Только-только чупа-чупс поели. Вдоль дорог зажар. Ребят, смотрите, это Айдензик. Там даже написано, сердечко с Айдензиком написано. Тут даже есть у них этот, как он называется, куда кораблики подплывают. Марина. Марина такая небольшая, мечеть есть. Вот, такой вот дом старенький стоит прям. Вот такие вот домики старенькие, смотрите. Вот, и это Айдензик. Да, то, что сосны похожи на нашу природу. Вот, а когда уже пальмы, тут уже совсем не похожи на нашу природу. Больше на пустыне какую-то похожи. Мы, кстати, поймали какое-то испанское радио, похоже. Но говорят на испанском, а постоянно, часто повторяется слово Кипру. Может быть, кипрское какое-то. Поднитесь в лицо. О, смотри, там уточки плавают. Гуси-лебеди. Сок-сок. У нас тоже, кстати, есть сок-сок в Татарстане. Да. Сок-сок. У меня даже подруга оттуда. Вот, смотрите, вот это место мне нравится. Здесь, кстати, водопад же, да? Да. Мы, конечно, не видели, это нам Руслан рассказал. Да, обратно, пути заедем. Хорошо. Посмотрим. Сок-сок-сок в Татарстане. Я ваш написала, типа, потише. Потише. Путише. Так что под гречески сейчас будем ехать. Я говорю, Кипр где-то, по сути, вот здесь вот рядом. И его обычно видно даже. Сеня, дымка, любимая, Сеня, не видно. Ладно. Сейчас солнце жарит, вода испаряется. Поэтому эта дымка, ну, не увидим. Интересно. Что, серпантин начался? Да, тут такой мини-серпантин. Мини-серпантинчик. Я надеюсь, не придет жалоба. Хотя может. Придет, конечно, всегда. Жалко, конечно, здесь придет. Какие красивые места придется обрезать. Да, и выезжаем в город. Называется Бозьёзе. Во всех городах Турции всегда встречают мечеть. Домики здесь тоже старенькие поначалу. Теплицы. Одни теплицы. Там, где уже люди живут, немного попозже начнется. И даже на теплицу флаг повесили турецкий. Ну, конечно. Он тут здесь. Он тут везде. И вот уже бананы продают потихоньку на остановках. Видать, уже здесь бананы начинают расти. Бананы же в этом очень много. Как он? Догодь Баши Город. Я забыл. Там еще этот. Не помнишь? Этот? Анамур? Да, в Анамуре бананов очень много вращивают. Банановый рай. Стоит только заходить. С неба достаться. Мазальки наши уже плохо. Мы уже вышли немножко. Сделали дело, да? Стошнило ее. Так вот. Интересно, что есть от тошноты для детей именно в пятилетнем возрасте. Может, кто-то сталкивался с такой проблемой, пишите. Так вот выглядит. Какой это город? Я забыла, только что написано. Босъяза. Босъяза, да. Вот. Ощущение, что не такой большой город. Хотя, вон там вот дома сейчас виднеются. Надо обновить. Совершенно небо полное. Смогу мы стоим. Подожди. Эльк. Что там Эльк векритим? Здесь написано. Школа. Босъяза. Шефельвиги. Анамуртеджи. Шефельвиги. Считайте. На улице? Угу. Субтитры сделал DimaTorzok 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 в этот, на выпускной, фотографироваться. Сейчас я покажу вам крепость Аномура. Эти шляпки всю дорогу нам тут мешают снимать. Вот и крепость, смотрите. Красиво. Ее, похоже, отреставрировали, да? Смотри, какая ровная, все. Не знаю. Или же так сохранилась хорошая крепость? Так прикольно, красиво. Прям реально крепость, крепость настоящая. Большая такая, да. И прям на море причем. Ну, ну да. Они все практически на море же. От Селивке до Аномура. Так как крепость здесь стоит на море. И получается нам еще, значит, 100 километров надо проехать. До Газибаши. Значит, Аномура этот, не 70, значит, 100 километров. Ну вот и Аномур. И потом еще нам надо будет 50 километров в проекте. Значит, у нас 250 всего. А не 200, я думала. 250 до Афсалара? Да, да, да. Ну да, да. Я знала, что до Газибаши 200. Ну, до Алании до Газибаши 200 где-то. До Алании 240. 240? Да. Да, да, да. Афсалара не 250 больше. Больше что? Да. Не 255, 261. Да, 261. А Аномур не такой большой город, да? Но здесь есть все. Хундай, Билон, Истюгбал, то есть магазины все. Да. Вон, кстати, написано Газибаша, Анталия, Шахир-Меркези. Только почему-то не указано сколько. Нет, там будет табличка сколько. Он смотрит новый жилой комплекс. Там строится еще один такой. Он, кстати, единственный такой большой. Такой классный. Нет, там еще есть. Вот такой именно, вот такой. Я не знаю, будет ли там, не будет туалета, но заправка будет. Здесь такие красивые цветы. Здесь еще розовые, там были красные такие. Не успела снять. А за Альпу два раза тошнило, друзья. Я два пакетика, три пакетика взяла, из них уже два потратили. Остановились сейчас здесь вот маркет. Смотрите, небольшой маркет. И сейчас вам покажу. Там должен быть туалет, там можно что-то купить. Вот, помыть руки. Да? Пошли, Каза. Ну, надо мне там быть полезное покусать. Полезное покусать? Да. А тебя не вырвет от полезного? Стоит такое полезное кусаюсь. Смотрите, здесь можно что-то купить. Мне надо там быть полезным. Вот, ныраба. Здесь нет полезного. Водичка есть. Водичку купим. И вот здесь вот в туалет можно заходить. Водичку у нас есть. Пойдем посмотрим в туалет. А мама игрушки купила. Заходи. Какие деда. Смотрите. Вот так вот открываются туалеты. Так, здесь вот женские. Смотрите, какой большой туалет. Хороший. Водороги. И можно сходить в туалет. То есть это еще не настолько цивильно. Обычно и настолько цивильные туалеты бывают в водороне. Я всегда вам показываю, кстати, все. Пойдем? Позарька. А-а-а. Здесь Газиппаши 67 километров, да? Ну, тут. А вы помните у нас в Газиппаши, как этот сосновый запах спускался с гор? Здесь тоже иногда бывало такое после дождя. Здесь все такого нет. Было такое. В сельфкемише. Да, да. Еще один туннель. Длинный, кстати. И снова этот, я хотел сказать, 507 метров, прикинь, написано. Ну, похоже на пробу. Пошел запомнил. Не знаю. У меня зарядка 20% осталась. И еще один. И, друзья, началось. Это оно. Вот так, по горе. Вот такие вот дороги. Как сказать? Бурмалы как будет? Да? Бурмалы как будет? Бурмалы как будет? Бурмалы как будет. Бурмалы как извилистые. Такие извилистые. Извилистые. По горе. О-о-о-о-о. Началось. Сейчас я уберу оттуда. Э-э-э. Этот. Очки свои. А, дай-коси-коси. Мы на горе, в том числе, и, можно сказать, его лесу. Здесь очень много деревьев. И вот оно, что значит, серпантин. Эта любила вчера в садике сказала, что... Да, я сказала. Смотрите, море там. Тут вот серпантинчик. Ох, ничего не говори о зале. А помнишь, что в садике понадобится питание снимать, что-то там заранее, что-то помнишь? В России? Да, что-то я помню. Ну да. Здесь нет такого, здесь не париться. Здесь совершенно не париться. Здесь платишь все равно. Все равно не платишь. Хочешь, не хочешь, платишь. Да. Здесь все проще. Здесь все это просто. Не заворачиваются. Да. Да. Именно так. А у нас твой сын, у меня алты. Моя восстанавливает. Моя восстанавливает. Костя. Что-нибудь надо, моя восстанавливает. Ой. Вот такая вот дорожка. Такое ощущение, что дорожку, да? Дорогу сделали как будто. Она такая темная, как будто только сделана. Нет, любимая. Это из-за жары. Асфальт плавится. А, да? Ничего себе. Сделали. Ничего я не сделаю. Ты что? Ничего себе. Ну, наверное, остановимся, да? Перекусим где-нибудь. Или нет? Так, вот здесь продают бананы черные висят уже. Здесь вот желтые бананы. Слетится с... Что, Химахим помогает? Да. Помогает. Походу вот такие, да, автобусы не едут? Да, автобусы. В основном. Вон там. Да-да-да, такие едут. Надо, короче, 2 плюс 1 автобус брать, и там очень комфортно. По времени может такое быть, что вот, ну, в среднем, типа, 8 часов едут. А может быть, там раньше на час, может быть, позже на час. Да. Да, там есть, там написано даже. Как это? С Анталией Победа? Да. 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 Да, вон Хазар. Это вот тоже транспортная компания. Хазар. Жарко, нет? Я включил. Нет, такое не может. Это только если автобус ломается. Но если автобус ломается, можно в аэропорт поехать. Ну, конечно. Друзья, и только что проехали КПП, у меня Азалия спереди сидит с пакетом. Даже ничего не сказали, нас остановили. А останавливают, всех проверяют, смотрят именно вот, знаете почему? Потому что именно тут заканчивается до Газипаши, заканчивается Мирсин, и дальше начинается Анталия, провинция Анталии. То есть далее до, получается, Газипаши. Ну, пока еще в Газипашу мы, конечно, не заехали, но вот уже как бы скоро в Газипаши Серпатин заканчивается, и Мирсин, провинция заканчивается. Так что мы, друзья, уже в Анталии. Мы, может быть, еще сейчас в Газипаши останавливаемся. Азалия себя очень плохо чувствует. И, друзья, въехали мы в Газипашу. Сейчас мы остановимся в центре. А если право посмотреть, там наш дом. Потому вот сюда мы в ВАС-101 постоянно ходили, друзья. Здесь вот НФЮС Медурлига находится. Наш БИМ, помните? Да. Потом мы туда вот ехали постоянно на море, друзья. Эх. Скучашки. Да. Мам, я хочу на палки. Ой, а мы что, отсюда туда едем? Мам, если не хочу на палки прыгать. О-о-о. Там такое лето. Мам, если я на палки прыгала. Вон там он. И вот и поиграли. Азалия, мы сейчас на парке не будем поиграть? Согласитесь, здесь все такое мелкое, а в Северкее все такое большое. Все такое большое, здесь дома маленькие, да. Вот на Арчи Чаге вы сюда вот в садик выходили, Азалия, помнишь? Да, каждый день. А сегодня, кстати, позар. О-о-о, кстати, прикинь, позар. Можно что-нибудь купить. Ну да. Хрен с ним, с этим обедом, да, в Салар. Можно и здесь. Позарка зипаши, что стоит, да? Можно здесь затусить. Позаре что-нибудь купить. Здесь что-нибудь. А помнишь, мама? Наш парк, друзья. Мама, помнишь? Мы сейчас здесь в туалет сходим. Мама, а помнишь, когда мы тут все на колонну играли тут, и потом позывайте, я думаю, да, помнишь? Да. Мы здесь играли очень много раз. Вот здесь вот туалет сейчас будет. Мы сходим. А здесь вот в центре. Там всегда проходили мероприятия, гранатовый фестиваль, помните? Здесь так же сидят все, отдыхают. Друзья, мы в центре, и заметили, что здесь немножко помягче, слегка пожарче. И вот он, наш центр, где мы полтора года жили, и ходили сюда каждый раз. Смотрите, какие цветы. Русские уехали, походу. Мы заметили, что здесь русских очень мало по сравнению с Селегке. Пришли мы здесь вот на наше любимое место, где мороженое мы покупали всегда. И, друзья, такое ощущение, что мы отсюда даже и не уезжали. Все на том же месте. Русских очень мало. Здесь вот у нас сегодня, кстати, базар. Просто нам предлагают сходить купить что-нибудь в дорогу. Там, может быть, клубнику, либо черешню. И, друзья, поели мы мороженое. В Газипаше побыли немножко. Покайфовали. Вспомнили все моменты, какие были, пока сидели мороженое кушали. Вот. Сходили в Беледье и оплатили налог. Здесь реально очень мало русских по сравнению с Селегке. Тут мало их, реально очень. И мы сейчас... Кто там? Руслан кого-то увидел из знакомых. Вот он наш ПТТ. Вот он наш центр, мечеть. Биллона. И машина наша. Сейчас будем уезжать дальше, друзья. Классно здесь. Ощущение, что здесь реально немного помягче воздух. Они настолько жарят. А, это Утопия, что ли? Да. Вот они не понимают, что здесь... Да. Сзади. Зимой. Вот в этом отеле. Аланья. Аланья. Кто-то вот так же, как и ты, отдыхал в каком-то отеле. Это не я вообще-то. Красиво. Ты? Это же мы этот там... Еще на тот момент не закончили. Смотрим. Нормально сядь. А что, так не видно, что ли? Ты же уже не маленький. А что, так же, так же, так же, так же. А что, так же, так же, так же, так же, так же. Куда мы приехали. В общем, это район Афсалар. Вот. Я не знаю, как эти отели называются. Здесь очень много отелей. Оно вот написано. Айденбей. Голдтрим отель. Потом тут есть Хайдар Паша. Палас. Палас. Пять звезд. Потом вот есть Лонг Бич. Хотель. Но у нас чуть-чуть подальше. Сразу говорю, не на этой стороне. Точно. У нас со стороны море отель. Тут еще мы заметили очень много, оказывается, аутлетов по пути. Смотрите, и Зара, и Бершка. И, между прочим, уже третий аутлет, который я заметила. Может, даже больше есть. Вот. Где же наш отель, друзья? Где же, где же он? Где же? О, смотрите, какой викинг-отель большой. Тут с этой, с правой стороны. Здесь такой лесочек. Смотрите, наверху парк, где посидеть можно. А у нас... О, аутлет Мигрос тут тоже есть. Тут есть отель Sirius Deluxe. Потом White City отель вижу. Но это все не наши отели. Тут реально так это все рядом, да? Вот отель тут сразу. Еще один отель. Тут рынок даже. Очень много торговых. Вот здесь вот есть Ruby Platinum. Такое место, короче. Шопинг-центр. Тут шопинг-центр есть. Аутлет-центр даже есть. Вот. Интересно, где наше отель Sirius Deluxe? Куда? Сюда показать, что нам? Понятно. Че все? Как нужно заезжать-то? Фу, спутилась уже. Так. Заезжаем, друзья. Ой, а ты не по строчке едешь сейчас? Нет. Гетчи, гетчи. Она уже, похоже, хочет остановиться. О, тут есть даже LC-вайкики. Ты прям кетчи что-то? Ого, прикинь, прям здесь. Хрен на себе. Прям тут? Тут вообще, да? Все для людей сделано. Как-то все для туристов. А дай что-то купим. Косивайкики. Косивайкики. А потом Лончера. Лоничера есть тут вот отель, что ли, это. Потом Алания, ресорт, спа, отель. Короче, здесь отели, отели, отели. И... Сюда, что ли? А, вот следующий получается. Так, и вот, получается, следующий поворот. Вот, теперь можно говорить. Я думаю, здесь нам где-то, да? А что здесь? Мне кажется, надо туда. Нет? Мне кажется, надо вон туда проехать, а не здесь. Как ты можешь здесь? Вон, вон, голубой отель. Выполнить разворот. Нет, нет, наш отель вот здесь. А, этот? Че себе. Ну, сейчас уж покатаемся. Поймем, короче. Давай покатаемся. Нам же еще машину где-то надо оставить, а там внутри, интересно, можно, нет машины. И здесь какой-то музей, отель. Нет, это, короче, здесь... В общем, друзья, отель вот это наш. Нет. Нет? А, кстати, да, может быть, и это отель. Вот отсюда как-нибудь можно заехать, интересно? Я думаю, отсюда и заезд. Вот же. Давай заехать. Нет, это какой-то Венесса-хотел. Венесса, знаешь. Ну, а у нас какой? А у нас... Вот этот? Не Венесса. И, друзья, у нас отель Армаз Грин Фугла. Это что, я Армаз? Да, кстати, как прям тебя зовут. Прям, прям точь-в-точь. Да. Прям меня зовут. Вот приехали. Да, прям меня зовут Армаз. Друзья, вот так вот находится этот отель. То есть, вот так вот выглядит этот отель. Мы сейчас заедем сюда, на территорию. Вот такой вот отель, друзья. Заезжаем. Тут уже, наверное, нас сейчас скоро выйдут встречать наши родственники. Вот такие вот домики вдоль отеля. Я обязательно еще вам покажу, расскажу, сделаю обзорчик отеля. И, друзья, на этом все. Обязательно я вам скину в следующий раз обзорчик отеля. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok